Микс Ньюс Экс-режанка и сотрудник юридического офиса ООН Анна Литвак. Аня, доброе утро. Доброе утро. Добрый день у вас. У нас доброе утро. Да, да, да. Вам доброе утро, потому что у вас, наверное, 9 утра, да? Где-то? Да, 9 утра. 9 утра. Очень хорошо. И мы видели сейчас, вот когда включился скайп, мы видели чашку такую интересную, с которой вы пьёте кофе. Покажите нам, пожалуйста, её. Да, I love New York, да? То есть Аня у нас выходит из Нью-Йорка на связь к нам. Я вам хочу немножко, вот буквально в нескольких словах представить Аню, Анну Литвак. Наверное, её многие очень знают и слышали, и читали о ней, но не все. И поэтому расскажу, что это совершенно удивительный человек. Она сделала такую сумасшедшую карьеру в своей жизни. В 17 лет, закончив 40-ю среднюю рижскую школу, она уехала в Америку, там получила образование юридическое и исполнила свою мечту. Аня, расскажите, какая у вас мечта была с детства? Мечта была уехать в Америку, работать в ООН, стать юристом и, главное, помогать людям. Вот представляете, прямо с детства была вот такая мечта, и, собственно, она вся полностью сбылась. И продолжается, продолжает сбываться. Так получилось, да? Продолжаем работать. Да, как это… И не останавливаемся, да. Так что мы очень гордимся знакомством, мы очень рады за Аню. А сейчас рады особенно возможности узнать из первых рук, что происходит в Нью-Йорке. Да, я просто должна сказать, что сегодня Аня Литвак помогает нам включать зелёную лампу для малыша, латвийского малыша. Три с половиной годика, ему зовут его Артис Круменьш, мальчик с рождения очень тяжело болен. Вот я просто скажу, что он родился весом 640 граммов и умещался на ладошке у мамы. И никто вообще не верил, что он выживет и что что-то будет хорошее, но там такая любовь родительская и столько усилий было приложено. И главное, что у этого малыша столько своей какой-то внутренней силы, что он начал выкарабкиваться из этого. 5 месяцев они лежали в больнице, он был в реанимации, он пережил очень много всего. Там было кровоизлияние в мозг после родов, и гастротрубочка была там вставлена для кормления, судороги, всё очень тяжело шло. Но мама Индра, она вот сейчас нам говорит, оглядываясь назад, что это был очень тяжелый период, но она сама поражалась, насколько ребёнок хочет жить, насколько он радуется этому миру. На пятый день его покрестили, кстати, сразу. А потом она нашла на инкубаторе, там стеклянном, где он лежал, совсем крошечный, ангелочек лежал такой, сделанный из камушков блестящих. И она очень удивилась, откуда он взялся, а потом указала, что это принесла капеллан больницы и положила этого ангелочка. И вот с тех пор мама верит, что у мальчика есть ангелы-хранители. И, кстати, она считает ангелами-хранителями всех людей, которые им помогают. Мы с этой семьёй познакомились больше года назад, и уже была у нас программа про Артиса, когда ему два годика было. Тогда собрали, спасибо всем нашим радиослушателям и читателям, собрали деньги на серьёзную реабилитацию, которая помогла. И вот потом, чуть позже я расскажу, результаты очень хорошие, за год много изменений, но надо это всё продолжать. И поэтому наш телефон всю неделю с сегодняшнего дня до следующего вторника работает в помощь маленькому Артису. Ему очень-очень нужен ещё один курс реабилитации в клинике Бельгии. Они туда поедут, как только снимутся запреты на поездки. Телефон 9300-6384, евро 42 цента за звоночек. Вот это помощь маленькому мальчику. А мы, и я напоминаю, что гости сегодняшней нашей программы – это Аня Литвак, сотрудник юридического отдела ООН. Причём она одна из самых молодых женщин в истории ООН, работающих в ООН, всю историю. И мы, конечно, хотим спросить, как вообще в Нью-Йорке дела обстоят? Как такие сведения до нас доходят? Устрашающие немножко. Аня, как у вас там дела? Ну, я вам могу сразу ответить, что, поскольку мои родители живут в Атрии, то я тоже от них получала звонки, и понятно, что как бы СМИ передают немножко такую, возможно, утрированную информацию. И то, что видеооператоры показывают, я, знаете, им сказала, что я тоже могу пойти где-то наснимать вам ужасов, и потом вы будете думать, что так на самом деле у нас на улице всё и происходит. То есть надо немножко уметь, наверное, фильтровать информацию, которую вы получаете. Но это не значит, что ситуация лёгкая, и на самом деле люди не заболевают и не умирают. Я хочу уменьшить значимость того, что происходит. Ну вот так как? Вот вы выходите в город или вы дома постоянно сидите? Мы, поскольку я работаю на организации ООН, моя организация достаточно, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, хорошо справилась с началом этой пандемии, и достаточно рано мы приняли меры, которые называются у нас телекомьютинг, то есть это вы работаете из дома. Сначала мы перешли на несколько дней в неделю работы из дома, а потом мы ушли полностью. Это было немного раньше, чем другие компании. То есть мы уже были, можно так сказать, подготовлены, поэтому заболевания, например, в огромной организации ООН, с многочисленными сотрудниками в многих разных странах, и вы можете представить, насколько много путешествий у нас в организации, и очень мало заражённых, скажем так. Поэтому я работаю из дома уже практически 16 марта, и мы выходим на улицу, мы ходим все в масках, у нас это теперь обязательно, например, если вы заходите в продуктовый магазин, то вы обязаны надевать маску. И на улице тоже правило, которое называется social distancing, это то, что люди должны держаться на определённой дистанции от друг друга. Уже, в принципе, объявили в городе, что официальный штраф полагается за это от 500 до 1000 долларов. Я, правда, ни разу не слышала, чтобы кого-то что попали, но такое есть. И мы гуляем ещё по той простой причине, что у меня тоже есть ребёнок, у нас летний мальчик, поэтому с таким активным ребёнком сидеть в квартире в Нью-Йорке, какая бы она хорошая, с каким бы хорошим видом она бы ни была, просто невозможно. Воздух нужно как-то гулять. Я пытаюсь максимально его защитить. У меня специальная плёнка, я мажу носик разными мазями, всем чем только можно, тоже в маске, всё. Но я не знаю, может быть, кто-то это видит по-другому, но я стараюсь с ним гулять очень аккуратно, но всё-таки ходить. А как настроение вот в Нью-Йорке у людей? Есть паника, нет паники? Как вообще воспринимается эта вся ситуация? Ну, вы знаете, по-разному. Вот у нас, опять-таки вернусь к нашей организации, мы созваниваемся с коллегами каждую неделю, и каждую неделю мы обсуждаем как настроение, как у кого дела, кто где живёт в Нью-Йорке, потому что Нью-Йорк – это не только Манхэттен, есть же разные и Борофф, как они называются, то есть это Брукли, Куинс, да, и в каждом районе немножко по-разному, да, но в Манхэттене тяжелее, скорее всего, потому что настолько густонаселённый город, что, ну, возможно, это давит на психику чуть-чуть, и люди тяжелее именно здесь, где они живут на друг друге. У меня тоже по-разному, в один день я достаточно позитивный человек, но это сложно, так как, например, вот я недавно на Фейсбуке, Рита, вы, наверное, читали, ставила просто 42-й улице. Да, да, да. Репортаж такой. Это для меня многое начало в жизни, многое с историей моей связано с этой улицей, и ходить по ней одной с ребёнком в течение дня, когда улицы сумасшедшие убегают, начинают кричать, практически чуть ли не атаковать людей, и потом со мной говорит полицейский, так улыбаясь мне, говорит, ну, вы будьте осторожны. Это, конечно, для меня шок, опустошённая, самая главная, ну, не самая главная, но, скажем, одна из главнейших улиц Нью-Йорка, где всегда движение сумасшедшее, где всегда боишься перейти дорогу и убегать с ребёнком в коляске практически от сумасшедших людей, это такой экспириенс, такой опыт, несравнимый ни с чем. То есть достаточно грустно от этого, но, с другой стороны, я остаюсь, наверное, оптимистом и придумываю разные такие себе другие занятия и развлечения, чтобы немножко себя немножко отходить от того, что у меня есть такая достаточно депрессивная ситуация на улице. Аня, вот вы просто, наверное, кладезь информации, потому что работаете со всем миром постоянно, и по Америке тоже, естественно. Вот сейчас проходят сведения, что разные штаты уже начинают подумывать, как включать обратную экономику и отменять потихонечку запреты. Как в целом по стране? Вы знаете, вот как раз об этом думала, потому что я жила раньше в Франциско, в Тайфорнии, достаточно долго там провела, 7 лет, это был тоже отчасти мой дом когда-то, и остались много там близких людей, за которых тоже переживаю, с кем постоянно общаюсь. И честно вам сказать, что не сравнить даже ситуацию в нашей Нью-Йорке с Калифорнией, потому что там, например, магазины, у нас никакого проблемы, в принципе, где мы конкретно живем, с продуктами или нет. Магазины внутри, дома практически, с обратной стороны улицы мы всегда можем спуститься и всегда можем купить то, что нам надо. Но в Сан-Франциско, например, я помогаю и очень дружу с одной женщиной, которая для меня близкий-близкий человек, практически родственник, и она оказалась в такой ситуации, что не просто в магазине ничего не было купить, но даже доставка, которая у нас распространенная достаточно дела, невозможно было доставить на дом пожилому человеку. И мы уже пытались как-то через интернет это сделать. В общем, в конечном итоге сделай, но это было... Она сама сделала милость благодаря своему характеру, но это все очень непросто. Представляете, человек, который говорит по-английски и опять-таки с таким характером. А как другие люди? Потом я слышу, что на Сан-Франциско по улицам города, по центру города, один из моих моторов, идут койоты. Идево себе! Я думала, это шутка, это какой-то фейк, но оказывается, это правда. Другим бизнесом, нашему близкому другу, разбили витрину в галерее. Думали, чтобы что-то украть, оказалось, абсолютно не для этого, просто бездомные хотели переночевать. У меня как бы человека, прожившего там, выучившегося там, я там получила образование, я там начала первую работу, из-за которой потом обо мне узнали в Нью-Йорке, это для меня такая очень вкусная информация. Опять-таки, и в Нью-Йорке, и в Калифорнии отличаются тоже от других штатов. Вы, может, слышали, в штате Джорджии, где я тоже когда-то жила, они уже говорят о том, что они рассматривают, начинать открываться. У нас мэр Тиблазио тоже сказал, что мы рассматриваем несколько фаз, стадий, как мы будем тоже... Потихоньку, да. Потому что, конечно, у всех вопрос экономики тоже стоит. И я думаю, что, да, скоро объявят, по крайней мере, план, как это будет проводиться здесь. Пока что Нью-Йорк до 15 мая закрыт, а в Сан-Франциско я только что-то 31 мая, и он тоже 31 мая. Все немножко по-разному, у каждого свои какие-то особенности. Ну, получается, что мир неожиданно для себя, ну, наверное, неожиданно столкнулся с такими проблемами, которые он никак решить не может, да, даже вот единого мнения нет по этим проблемам. Все же ругаются, и там постоянно эти баталии идут. И, наверное, предстоит делать потом какие-то выводы. Конечно, все это закончится, я вот совершенно не сомневаюсь, да, вопрос когда, но выводы предстоит сделать очень серьезные. Вот самое главное, какую вот проблему вот вы видите, например, вот в том, что вот происходит сейчас, что мы не можем справиться с этим? Ну, я очень тоже много об этом думаю, и опять-таки разговаривая с коллегами, и не просто с коллегами, участвую в разных международных митингах, которые продолжают происходить, несмотря на встречи Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и так далее, да. Я все-таки надеюсь, что это приведет к каким-то положительным изменениям. И вот, как вы слышали от нашего генсека тоже, он поставил такой месседж от себя, чтобы мир рассмотрел это как начало работы на чем-то положительным, чтобы изменить, чтобы произошла трансформация какая-то в мире. И мы видим это с переменой климата, даже тот, кто верит и не верит, это можно даже не обсуждать, вы видите историю Генеции, да, и так далее. Потом равенство людей, я считаю, то, что не работают все магазины, то, что как бы ушло, то, что надо перед друг другом что-то воображать, что-то значит, какие-то вещи, которые на самом деле, вы понимаете, в этой ситуации вообще ничего не значат. Отношения людей друг к другу, люди начинают друг другу помогать, более себя проявлять, как-то в каких-то хороших делах. Ну, конечно, нельзя закрывать глаза на то, что действительно происходят какие-то мародерства где-то, что экономика достаточно в тяжелой ситуации, и, может быть, мне легче, моему мужу, то, что у нас есть работа, что мы юристы, и у нас продолжаются дела, слава богу, но я прекрасно понимаю, что многие люди не в этой ситуации, у них нет работы, и они действительно не знают, как прожить это для дню. Поэтому, не закрывая глаза на все существующие проблемы, я все-таки надеюсь, что это нам было дано для чего-то, для уроков каких-то, чтобы мы сделали выводы и изменили себя и мир в лучшую сторону. Ну вот мы будем надеяться, что закончится, закончится какими-то позитивными изменениями, и действительно сделаем выводы. А вот для Латвии, для подшефных детей зеленой лампы, я могу сразу сказать, что одно из последствий вот этого всего, это, не буду все перечислять, но одно из, это то, что дети, которым нужна реабилитация, например, за границей, и мы им собирали деньги, и были деньги собраны, и их ждали, и сейчас они вот ждут, они не могут поехать в данный момент, но они на готове, то есть все уже готово, вопрос только открытия границ, и когда их смогут принять. Я могу перечислять очень долго этих ребят, этих границ. Самоличезно. Да. И вот, да, 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 это про Лерочку, да, у нас, например, Лерочка наша Якимова, которой были собраны деньги, и вот она не может даже в Белоруссию попасть. Вот. И мальчик, малыш, о котором мы сегодня говорим, маленький артист, три с половиной годика, он тоже, да, да, вот их ждут в Бельгии клиники, клиники, где мама сама нашла в свое время эту клинику, у него целый букет очень сложных диагнозов, и, ну, просто здесь не знали, как ее, в Латвии не знали, как его лечить, она изучала это, вы знаете, надо быть еще такой мамой, да, изучить всю эту информацию, найти, везде написать, все узнать, и она нашла специалистов, которые реально помогают в этом случае, в его случае. И в Бельгии клиника ABA терапия, АБР пишется, да, вот если так русским произношением читать, Advanced Biomechanical Rehabilitation, и там они как раз изучают вот такие диагнозы, как у малыша, и структурные изменения, структурные деформации тела, да, то есть у него были судороги, и когда он прошел первый курс лечения в прошлом году, то есть мама нам прислала фотографии, что было и что стало, да, мы не стали их публиковать, но вот просто поверьте, что это реальные изменения, да, то есть мальчик стал держать голову, мальчик улыбается, мальчик стал двигаться, он раньше не мог там рукой дотянуться до игрушки и плакал, из-за этого сейчас он может, и тело стало свободнее двигаться, позвоночник держит он, и с мая прекратились судороги, с мая прошлого года, вот год уже будет, да, у него нет судорог, представьте, для мамы что это, какое-то, то есть это реально помогает, и сейчас нам нужно, очень важно собрать на следующий курс ему эти денежки, потому что родители сами не вытянут, это 5 тысяч, сейчас я скажу точно, так, записала, сейчас, секунду, это, ну, в общем, чуть больше 5 тысяч стоит, 5 тысяч 450 евро стоят эти два курса, да, в этой клинике бельгийской, и просто они принесут очень хорошие положительные результаты, потому что вот эта методика такая, ИБР, что она накапливается, да, то есть накопительный эффект, оно никуда не исчезает, просто надо продолжать, и этот мальчик встанет на ножки, и мальчик будет ходить, а пока что он улыбается, он кудрявый, белокурый, как ангелочек абсолютно, и мама считает, мама психолог по профессии, она, конечно, не работает уже 3,5 года, но она вот очень так на все это смотрит, внимательно всю эту ситуацию через себя пропускает, и старается что-то понять, она сказала, для меня однозначно, что такие дети, они учат нас любви, они приходят учить нас любви, потому что, она говорит, я до того, как родился ребенок, я не понимала, то есть, ну, ко всем казалось, что любовь, меня любят, потому что я хорошая, меня любят, потому что там то-то и то-то, а любовь это не потому что, а любовь это просто, вот любят тебя за то, что ты есть, как вот эти вот маленькие дети любят своих родителей, как вот эти мамы любят своих этих особенных деток, когда им говорят, оставьте там ребёнка, да ну что вы там будете так мучиться, они смотрят дикими глазами и не понимают вообще, как такое можно произнести, потому что это их любимый ребёнок. Так что у Артиса положительные изменения, он улыбается, это хороший, чудесный, красивый мальчик, и мы просим, вот наш телефон 930-6384, 930-6384, евро 42 цента за звоночек, каждый звонок, соединяясь с другим, превращается в очень приличную сумму, которая пойдёт на счёт Артиса, и счёт открыт благотворительным фондом BeOpen, специальный счёт, куда можно денежку перечислить, это всё написано в статье на сайте MixNews.lv в рубрике «Зелёная лампа», и на Фейсбуке в нашей группе, присоединяйтесь к нашей группе, и всё это пойдёт в помощь реальному мальчику, именно та помощь, которая приносит свои положительные результаты. 930-6384. Напоминаю, что в гостях у нас Анна Литвак, выпускница 40-й рижской школы, экс-режанка, которая не потеряла связи с Ригой, а сейчас она сотрудник юридического офиса ООН. Я просто скажу, что это головокружительная карьера, второй раз уже повторяю, потому что она начинала всё сама с 17 лет, и прошла очень многое, очень тяжёлая учёба, практику. Ань, вы практику проходили в удивительном месте даже, да? Можно рассказать? В тюрьме. Расскажите, пожалуйста, да, что это было за место такое? Ну, практика у меня была много разной, и не только в той тюрьме, но и в том числе в той тюрьме. Тя тюрьма, про которую мы говорим, она показывалась часто в фильмах Клинда Исклода. Это одна из таких серьёзных тюрьм, которые находятся в штате Калифорния, известная под названием Сен-Куэнти. Это федеральная тюрьма, где сидят за самые тяжёлые преступления. То есть убийцы, насильники и так далее, люди, проговорённые к смертельной казни. И я тогда работала над проектом, который у меня был посвящён защите людей, которые были приговорены к смертельной казни. Очень-очень интересный и незабываемый опыт. Серьёзный опыт. А также вот... А то это женщин, которые выбрали конкурс, которые разрешили, допустили туда ходить. А потом Аня работала в миссии, латвейской миссии при ООН, а потом уже её пригласили на работу. Я работала в комиссии по правам человека в Сан-Франциско, где я вела некоторые интересные и достаточно важные дела, которые узнали именно в миссии Латвии, в Нью-Йорке. И тогда меня пригласили на работу сюда. Я была в миссии Латвии, а потом я уже пришла работать на Сан-Франциско. Ну, я вот ещё один просто маленький факт скажу, что в прошлом году в августе у Ани и Георгия была свадьба, которую они провели в Риге, в Латвии. Не в Риге, а в Латвии, да? И это очень красивая была свадьба. Она просто в замке, да, в Бирине прошла. Просто как сказка. Межитнес. Межитнес, да, прошу прощения. Это просто была какая-то сказка во всех смыслах. И на эту свадьбу приехало начальство Ани. Кто приехал, Аня, расскажите. Вот меня это поразило. Да, приехал. Я приехал юридический консул всего ООН. Второе лицо, да? Не знаю, это ничего не значит, но для меня и для нас здесь в Нью-Йорке и в ООН это как бы большая речь, что такой человек нашёл время и уделил внимание на... Ну, там целая группа коллег приехала. Да, да, да. Очень такие обаятельные. Из России и его помощники из Германии. То есть она была очень-очень международная компания. Но не просто приехало начальство и большие люди, а ещё рядом с ними за столом сидели Анины одноклассники из 40-й школы, учителя были приглашены. А также была приглашена директор одного из детских домов Латвии, которым Аня помогает. И сейчас я вот хочу перевести разговор немножко на другую тему, потому что об этом надо говорить и как можно больше. Аня – это тот человек, который всегда просто бросается на помощь. Это вот тут просто всегда. Я уже сколько её знаю, да, могу это подтвердить, что ни одно хорошее дело без неё не обходится. И один из её проектов, лично ею придуманный, это благотворительный проект. Аня, расскажите, пожалуйста, что это такое за проект и что за аукционы вы проводите в рамках ООН, кстати. Спасибо, Рита. Как раз хотела тоже это упомянуть. В эти времена, когда действительно людям надо думать о своей жизни и, понятно, о своей семье, заработке и благополучии. Но если мы посмотрим глобальнее, мы, возможно, можем подумать о том, что и другим людям, возможно, сейчас как никогда нужна наша помощь. Я возвращаюсь к своей идее, к своему проекту, который я начала как раз, когда работала на миссию в Латвии в 2010 году. Эта идея у меня была тоже с детства. Я решила, что я не буду ждать до старости и помогать людям, когда я иду на пенсию, а начну уже, когда у меня сейчас в Слизне всё получалось. В 2010 году дипломатом была, и знакомства пошли, и работа в ЛОН, и решила, всё, не будем ждать, открываем сейчас. Идея в том, что наши красивые работы, сделанные детьми в Латвии, это дети, о которых я говорю, в детских домах, и дети с проблемами развития. У нас очень хорошие, как вы знаете, в Латвии. У вас замечательные педагоги и преподаватели, и работы на самом деле красивые. Идея в том, что их привозить сюда, организовываются аукционы, разные мероприятия, где приглашаются не только политики, но и люди искусства Нью-Йорка, известные люди, не только нью-йоркские, но и американские, скажем. И они участвуют в этом проекте. Он уже достаточно себя зарекомендовал здесь. И работы, которые люди получают, им нравятся. То есть они ещё считают, что они не просто куда-то отдали деньги, а именно конкретному ребёнку помогли. У меня все дети, которые участвуют, пытаются на английском что-то написать. Даже если неправильно, всё равно я прошу, чтобы какая-то была именно личная история, написанная этим ребёнком. И детям это важно, потому что они ощущают свою значимость в мире, что о них тоже кто-то думает, что даже если люди живут в Америке, всё равно их жизнь для кого-то важна. И в этом идея. То есть вот такие проекты, где мы собираем деньги, деньги возвращаются на конкретные какие-то проекты детям в Латвию. Из детских домов. И конкретные... Из детских домов и с детям, которые проблемы с воспитанием. Начиналось с детских домов. И конкретные вещи происходят благодаря этим деньгам. Что-то строится, что-то покупается. Кто-то починили, куда-то съездили. Съездили первый раз в летний лагерь. Я работаю с другими замечательными. Вот вы знаете Ксению и Софию, которые крылья детям. Мы тоже сотрудничаем с разными другими проектами. Пытаемся это всё объединить. Да, на то, чтобы детям помогать разными-разными путями. Если, Рита, ещё могу добавить. Вот вы говорили о мальчике. У меня же тоже родился сын год назад. И столько это меняет всю перспективу. Мы сейчас про это поговорим. О том, что мы говорили о любви матери к ребёнку и ребёнку к матери. И вот даже эта ситуация сегодня в Нью-Йорке с коронавирусом. Как я говорила своим коллегам, которые понимают, что мне достаточно тяжело работать из дома с годовалым ребёнком, мы привозим няню и так далее. То есть это непросто. Но, с другой стороны, как я им сказала, это такой второй шанс в моей жизни быть на мотернити-лифте, в декрете нашему. Ощущать вот эту безграничную любовь, что все негативные моменты, которые сейчас происходят, они просто исчезают и заменяются тем позитивом, который мы друг другу даём с этим ребёнком нашей семье. Ань, а как бы это сформулировать? Составляющая счастья для вас — это что? То есть вот была мечта о карьере, она состоялась. Была мечта о семье, она состоялась. Ребёнок чудесный у вас, Сэмюэл, да? Чудесный ребёнок. Сэмюэл, да. Что входит для вас в понятие счастья? Необходимое самое? Не могу сказать, что это, наверное, что-то сильно отличающееся от других людей. Это любовь, радость, гармония, благополучие, главное — здоровье. И для меня, как пункт, вы, наверное, знаете, Лита, действительно, я не могу пройти мимо, когда я знаю, что если я могу кому-то помочь, то я для этого сделаю всё. Для меня это счастье, это такое отдельное счастье, которое, как вот любовь ребёнка, она для меня не становится ни с чем. А откуда это вот берётся? Это над этим родиться или можно все воспитать? Вот можно же жить спокойно и не обращать внимания на окружающий мир. Вот честно, Лита, я иногда завидую таким людям. Я вот мужу говорю много раз, вот как бы мне хотелось быть хоть на пару дней иногда таким человеком, которому всё-всё равно, но не получается. Ну, нельзя быть равнодушным, это правда. Наверное, уже с детства. Я, как родителям уже с детства сказала, свои планы на будущее, то, ну, наверное, это уже всё-таки с тех временем. Ну, у вас семья замечательная. А вот нет ли противоречия? Семья требует очень много внимания, сил, работа требует внимания, сил, всё требует. А что, как вы успеваете вот это всё? Да, это такой вот, наверное, сейчас тест на отношения, на баланс, на всё. То есть мне повезло всё-таки с работой, что организация наша, даже генсек отдельно, и наш босс, которого упоминаю раньше, они написали такое меморандум о том, что определённая поддержка нужна людям, у которых есть дети. Не женщинам, а мужчинам. И все с большим пониманием относятся к тому, что у тех, у кого есть дети, им сейчас совсем непросто. И это так. Я не хочу уменьшать значимость, что я говорю, потому что это на самом деле сложно. И мы пытаемся с мужем как-то разрулить эту ситуацию. У него тоже фулл-тайм работа, поэтому у нас не так, что... Ну, это очень просто всё решается. И мы пришли к выводу, что мы будем всё-таки привозить нашу замечательную няню два раза или пару раз в неделю, чтобы оба могли полностью сконцентрироваться на работе. А может, тоже юрист, скажем, да? Сразу, международно. Да, и вот он сегодня, например, почему я с вами, на замечательной технике я сижу, потому что он уже с утра, в 6 утра проснулся, съездил в Бруклин, туда 40 минут, 40 минут обратно, привёз нашу Танечку, и Танечка наша пошла гулять с нашим маленьким, поэтому я смогу поговорить с вами. Вот спасибо передайте, Георгий. У меня конференционный звонок с ООН. То есть мы вклинились между ребёнком и ООН, да? Очень-очень даже прекрасно успели вклиниться. Напоминаем, что наша программа с помощью Анны Литвак сегодня помогает маленькому мальчику, 3,5 годика артист Круминдж. У него очень, несколько сложных очень диагнозов, ему очень нужен курс специального лечения, специальной терапии в бельгийской клинике, где его уже ждут. Вот как только будет возможно, и будут деньги, и откроются границы, он туда поедет, и это ему очень и очень помогает. Ну вот там мама его говорит, как раз к нашему разговору, мама Индра, она тоже очень симпатичная такая девушка, говорит, что моя жизнь, как у всех мам особенных детей, состоит из особенных вызовов каких-то. Но это даёт возможность почувствовать и понять такие вещи, которые вот в обычной жизни, может быть, не обращаешь на них внимания, да? То есть начинаешь ценить такие мелочи, которые раньше казались, само собой, разумеющимися, да? И это приносит счастье, это приносит тоже счастье в любых условиях, в самых тяжёлых условиях. И она говорит, я прекрасно понимаю, что я в группе риска по родительскому выгоранию, но что даёт силы, это, конечно, любовь. И вот мы вот никуда не денемся, мы всегда возвращаемся к этому понятию, к этому слову «любовь». То есть если она есть, то можно выдержать, наверное, всё. Правда, Аня? Да, абсолютно согласна с вышесказанным. Да, это вот. Я напоминаю, что телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю в помощь маленькому трёхлетнему артису. И если вы сделаете этот звонок, это действительно небольшая сумма, евро 42, но эти звонки собираются в очень ощутимые суммы, которые пойдут на счёт этого мальчика и помогут ему в его выздоровлении, помогут его выздоровлению от очень тяжёлой болезни. Ань, а какие планы дальше в благотворительном плане? Вот что-то ещё планируется? Эти аукционы сейчас, конечно, не проводятся. А что дальше вы думаете делать? Ну, вы знаете, как-то сейчас все переходят и переводят свои идеи, и бизнесы, и вообще работу онлайн. И я уже говорила с некоторыми IT-ребятами о том, что даже эти аукционы можно проводить онлайн. У меня есть веб-сайт, и на этом сайте тоже можно по каким-то, например, праздникам делать такие тоже большие онлайн-аукционы. Это как одна из идей. Но дальше всё-таки хочу продолжать. Надеюсь, что всё рано или поздно откроется, что будет опять генеральная ассамблея в сентябре, и всё восстановится. Я надеюсь, приехать с нашим маленьким тоже. Мы хотели бы приехать, у нас будет план путешествия, и Латвию, и родители ждут. Море ваше замечательное. Хотели сбежать из нашего concrete jungle, как его называют, наших бетонных джунглей, и приехать к вам летом. Но я держу как бы руку со своими друзьями, которые и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и здесь, насколько возможно будет так сделать, мы попробуем летом приехать. И тогда я буду поговорить с женщиной, которой директор, которые вы упоминали. И тому, и другими своими контактами, и будем тоже думать совместно, как дальше работать. Всё, что делается, оно рано или поздно свои какие-то плоды приносит. Я хочу сейчас, у нас ещё осталось чуть-чуть времени, подвести итоги, рассказать об итогах прошлой программы. Мы неделю назад в «Зелёной лампе» рассказывали историю 24-летнего Костя Прутика. Костя Прутик, у него очень тяжёлый онкологический диагноз, внезапно он заболел, и лекарство, которое ему реально помогает, нашли... Хорошее в этом то, что было найдено это лекарство после исследований, но оно очень дорогое, и никакой компенсации он пока что не получил от государства, он получил скидку от фирмы-производителя, но каждый месяц ему почти 7 тысяч надо платить за это лекарство, но оно помогает, оно уже после первого приёма начало работать, уже всё там уменьшилось, уже анализы крови улучшились. И мы рассказали эту историю, написали везде, нас коллеги поддержали, всем огромное спасибо, всем-всем-всем. И для Кости собрано за неделю, вот, знаете, прям цифры, когда называют, я даже пугаюсь, 25 469 евро, это до слёз, это вот в наше время, когда всем так тяжело и трудно, наши читатели и радиослушатели сделали 3576 звонков. Представляете? Это более чем, это на 4,5 тысячи евро, да, и на счёт ещё 21 тысяча поступило. И немножечко там уже было на этом счету, и поэтому сейчас где-то, наверное, на полгода он лекарством обеспечен, а помогает оно реально. Мама просила его передать всем огромную, огромную благодарность. Она вот тоже просто до слёз, это её всё, что незнакомые люди помогают другим людям, да, вот просто так, потому что у них есть потребность помочь. Ещё один маленький эпизод. В субботу нам привезли, нам привезли 150 килограмм клубники отборной, просто шикарной, шикарной клубники, крупной, сладкой, для того, чтобы мы передали эту клубнику детям под шефным зелёной лампой. Дети её получили, очень многие семьи получили, и столько было радости. Человек, который это сделал, попросил, чтобы не называли его имени, поэтому мы не называем, но мы его благодарим за радость, которая была доставлена просто так, совершенно незнакомым детям и их родителям. Вот. А у нас есть связь? Аня, вы слышите? Не на связи были несколько минут, да? И я повторяю просто, что благодарность от всех за всё, что вы делаете. Очень рада и спасибо. Программа подошла к концу уже. Спасибо за то, что вы были с нами, и всего вам самого хорошего. Спасибо вам, и все большие молодцы, что участвуют в вашей программе. У нас очень хорошие люди. Это внушает мысль, что мы не безнадёжны, что мир всё-таки… Всего вдохновения. Да. Всего хорошего, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо.